Спасти рядового пса. Настоящая драма развернулась на железнодорожных путях в районе Заборья. Жители Серпухова подобрали дворнягу, которая по неизвестной причине лишилась конечности. Несколько дней пролежала во враге. История о том, как два человеческих сердца спасли одно собачье, в репортаже Аси Климовой. Вот здесь я развернулся, оттуда увидел его, думаю, пойду посмотрю, что лежит. И вот здесь вот лежал щенок. Обычная утренняя пробежка закончилась для Алексея настоящей историей спасения. На склоне возле железнодорожных путей он увидел собаку в ужасном состоянии. От боли пёс не мог издать ни звука. Суровое сердце дрогнуло, мужчина не смог пройти мимо. Уже лая, у него не было сил. Я что-то приглядел, что-то чёрное под ним. Потом смотрю, это лапа у него, андарная лапа. Мне так жалко его стало. И я думаю, надо что-то делать. Вместе со своим дядей Алексей срочно повёз четвероногого друга в лечебницу. Картина повергла ветеринара в шок. По их словам, пёс пролежал в таком состоянии несколько суток. Лишь чудом остался жив. Проведя осмотр, тяжёлому пациенту назначили немедленную ампутацию. Принятие решения было непростое. Мы выбирали, как нам быть в данной ситуации. Операция могла погубить животное. Но операция была не в полном объёме, конечно, произведена, потому что животное не выдержало бы. То есть старались максимально убрать некротизированные повреждённые ткани и не допустить гибели. Что стало причиной жуткой травмы, несчастные случаи или зверские забавы живодёров, сейчас уже не узнать. Теперь у паровозика, так пса назвали в клинике, начинается новая жизнь. Вот сегодня мы её забираем домой, в квартиру, в двухкомнатную, где живёт кот, двое детей, жена. Поставить пса, пускай даже на две лапы, всё равно стоит денег. Операции, медикаменты, реабилитация только на сегодняшний день потрачены уже более 20 тысяч рублей. Александр признаёт, что во многом помогли волонтёры. Но теперь перед ним стоит новая задача – дать собаке возможность самостоятельно передвигаться. В дальнейшем планируем тележку ей, когда уже снимут швы, заживёт, и тележку на передние колёса. В интернете смотрели уже, чтобы ей облегчить её участь. Сейчас остаться без лап для животного – не приговор. Собака-инвалид сможет вести активный образ жизни и даже участвовать в социальных акциях зооактивистов. Главное, чтобы этот пёс встретил хорошего хозяина, и тогда собачья жизнь не покажется ему такой уж печальной. Спасибо.